Российские специалисты займутся Приднестровьем в октябре. Глава Приднестровья рассказала о возможном присоединении республики к России. Выступления президента Приднестровья Евгения Шевчука на пресс-конференции в Москве продолжают тиражироваться в зарубежных СМИ. От грядущих выборов в Приднестровье и до взаимоотношений с Молдовой в своем материале по итогам пресс-конференции президента Евгения Шевчука в Москве журналисты новостного портала «Вестник Кавказа» пришли к выводу, что доверия между официальным Кишиневом и Тирасполем больше не становится. И связано это прежде всего с продолжающейся длительной экономической блокадой нашей республики. На нас серьезное влияние оказывает политика, проводимая официальным Кишиневом, направленная на перевод экономики Приднестровья в экономическое лоно или подзаконодательство Молдовы. Этот перевод осуществляется намеренно и во взаимодействии с официальным Киевом. У нас существуют дополнительные транспортные проблемы. Это усугубляет общерегиональную экономическую ситуацию и положение в самом Приднестровье, цитирует главу Приднестровья Портал. По-прежнему приковано внимание средств массовой информации к указу президента Приднестровья о реализации итогов республиканского референдума, состоявшегося 17 сентября 2006 года. Российская Лента.ру, а также телеканал «Звезда» в своих материалах приводят высказывания президента Приднестровья. «Мы понимаем, что это движение может быть взаимным, потому что есть общерегиональная ситуация. Приднестровье стремится к сближению, но это зависит от возможности самой России, и мы учитываем и эти особенности», — заявил президент ПМР. Реа Новости, в свою очередь, также цитирует главу нашего государства. Решение этого вопроса находится в политической плоскости. Находится в плоскости принятие соответствующего политического решения компетентными органами. Мы, приднестровцы, для себя это решение приняли на референдуме. Оно очевидно, оно прозрачно, оно открыто. Напомним также, что в Москве президент Евгений Шевчук рассказал об особой важности миротворческой операции на Днестре, а также о проведении совместных учений военнослужащих Приднестровской армии и оперативной группы российских войск. Глава нашего государства в очередной раз развеял миф о якобы недружественном настрое силовых структур Приднестровской Молдавской Республики по отношению к соседним государствам. Самым ярким и тиражируемым высказыванием президента Шевчука во время прошедшей рабочей командировки в Москву стал фрагмент из интервью авторитетному СМИ Russia Today. На вопрос о президентских выборах в США президент Приднестровья ответил, между Трампом и Клинтон я выбираю Владимира Владимировича Путина.